Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов провел ежемесячный прием граждан. Пока есть угроза коронавируса, встречи проходят в онлайн-формате. Два года назад жители Липецкой области лишились основной дороги. Местный предприниматель ее выкупил, и теперь проезд просто закрыт. Есть и другая дорога, но ее состояние оставляет желать лучшего. Неоднократно обращались в прокуратуру, во многие инстанции обращались. Нам пишут, что все по закону, земля куплена, все по закону, все хорошо, никаких проблем нет. Мы говорим, что у нас остается один проект, и это уже не по закону, один проект не может быть. По нем не спускает ни пожарная машина, ни муторка, ни скорая помощь. Сергей Миронов обещал помочь. Он подготовил депутатский запрос на прокурора Липецкой области. Более 70 семей просят поддержки у политика. Пенсионный фонд отказывается выплачивать компенсацию им, как внукам ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Мы суды проигрываем, суды нас не поддерживают. Мы хотим добиться справедливости с вашей помощью. Хорошо, что вы обратились, потому что я дал поручение юристам, они посмотрели. Это проблема везде, по всей стране. И самое интересное, решается, вот знаете, на усмотрение судьи. Где-то положительное, где-то отрицательное. Уже много лет Сергей Шадько и другие участники Нагорно-Карабахского конфликта не могут добиться от власти признания себя ветеранами боевых действий. Сейчас, когда ситуация снова обострилась, Сергей Миронов считает особенно важным принятие законопроекта, который поможет решить этот вопрос. Партия фрактов справедливости в России полностью на вашей стороне. Именно мы инициировали законопроект о внесении изменений в закон о ветеранах, где я считаю, необходимо приравнять участников боевых действий в зоне армян-земьерского конфликта к ветеранам Российской Федерации. Помимо этого, Миронова просили помочь с газификацией деревни, с процессом расселения из аварийного жилья, с перерасчетом за услуги ЖКХ и другими проблемами. По всем обращениям парламентарий отправил депутатские запросы. Напомним, обратиться к председателю партии «Справедливая Россия» за помощью можно через интернет-приемную на сайте mironov.ru.